Если регрессия используется для предсказания, нам надо понимать, собственно говоря, по какой из моделей предсказывать проведение респондентов. Для этого нужно, собственно говоря, применить еще одну вспомогательную регрессию. Возвращаемся в исходный файл, в котором у нас есть, собственно говоря, фильтрующая переменная. Единица selected, 0, 0, not selected. Таким образом, представители единичной модели и нулевой модели у нас присутствуют. Нам осталось только смоделировать, каким образом распределяются респонденты на эти две категории. Таким образом, нам нужна логистическая регрессия, которая будет зависеть от тех же самых предикторов. По любому сочетанию предикторов мы сможем определить, в какую модель следует отнести респондента, в нулевую или в первую, и затем нужная модель применяется. Осталось только построить эту вспомогательную регрессионную модель. Поскольку у нас зависимая переменная теперь, это вот этот переменный фильтр, назовем ее F1 для удобства. Также удалим все вспомогательные переменные, содержащие стюденизованные остатки. Суть остается прежней, поэтому можем использовать старый синтекс, но линейная регрессия должна быть заменена на логистическую. Кроме того, в качестве зависимой переменной здесь должна стоять не переменная про частоту посещения родителями с детьми досуговых центров, а переменная F1. Соответственно, произведем эту замену. Можно провести ее, используя кнопки и выбрав логистическую регрессию. Банер логистик, зависимый переменной F1. Предикторы остаются старыми. И опять же, надо поменять метод включения. Здесь несколько другие методы представлены. Оптимальным из них является метод вальд. Опять же, на нашем сайте вы сможете ознакомиться с тем, почему метод вальд является оптимальным для включения предикторов в логистическую регрессию, причем backward вальд. Здесь также есть стюденизированные остатки. Правда, здесь нету deleted, но просто стюденизированные остатки. В общем-то, они ведут себя практически так же, как и стандартизированные. Но, опять же, некоторые авторы считают, что стюденизированные ведут себя несколько лучше. Итак, сформировали новый синтакс. Вот, собственно, логистическая регрессия. Backward вальд, зависимый переменной F1. Можно запускать.